давайте в двух словах я немножко расскажу о себе где начинал где родился вырос учился затем расскажу о том собственно говоря чем я сейчас занимаюсь нам определили с вами тему сегодняшней встречи как сми и власть открытый диалог уж не знаю насколько он открытый но стремиться к этому всегда надо и соответственно много времени вот моя вступительная речь не займет на самом деле я всегда стараюсь это не первая встреча чтобы мы были именно в тоже в конструктивном диалоге чтобы от вас были вопросы я бы на них отвечал потому что то что я хочу рассказать или могу рассказать наверно не совсем всегда совпадать с тем то что вы хотите услышать потому что я не знаю что вы хотите услышать и на что получить ответы и соответственно пока я немножко говорю готовьте вопросы и я с удовольствием на них в меру своих сил знаний возможности отвечу а что касается в двух словах родился я не в казани родился в городе ишкарале это 200 километров отсюда наверно были знаете там окончил марийский государственный университет по специальности истории в 1995 году я устроился работать на телевидении корреспондентом на гтрк мариял тогда только еще в основном никаких частных в основном телекомпании по сути не было но был в казани эфир четверка была наверное екатеринбурга новосибирске но в большинстве своем это было еще эпоха такого постраспада ссср и были система гостеля радио доживала свои последние дни и где-то через год мне посчастливилось стать наверное одним из первых ведущих новостей на гтрк мариял когда мы отказались от дикторов вот вы я уверен не знаете что это такое а в те памятные годы журналисты писали какой-то текст его летовали начальники и затем диктор с каменным лицом но если кто-то смотрел там телеканал ностальгия или время там сегодня-завтра то видели с каменными лицами читали что-то подобное там от советского информбюро вот нам в девяносто шестом году уже в марийке удалось поломать эту ситуацию и я стал одним из первых ведущих которые достаточно свободно уже пытались общаться зрителям и в те времена у нас даже не было телесуфлёры из те тексты которые мы писали мы сами говорили проговаривали было интересно в 2001 году в силу обстоятельств я перешел на работу пресс-секретаря мэра города ишкаралы в 2006 году опять же в силу обстоятельств перебрался в казань когда меня пригласили работать на телеканал эфир я стал корреспондентом в течение этого количества времени побегал с микрофоном затем осенью 2006 на эфире начался проект точнее продолжился проект актуальная тема дня это был совместный проект радио эхо москвы в казани и эфира куда приглашались гости в течение получаса у нас было такое актуальное интервью на злобу дня что называется сегодня трансформировалась программу темы на эфире если вы смотрели тогда это еще транслировать в радио эфире и по телевизору в 2007 я стал директором службы новостей телеканала эфира 2008 эльсурович метшин меня пригласил на должность пресс-секретаря возглавить пресс-службу мэрии казани и вот про прошествие 8 лет практически день в день 15 декабря я устроился к ветшину и 15 декабря меня проводили на катарстан 24 потому что мне предложили работу вновь вернуться на телевидение в общем у меня как жванецкого храм-бассейн бассейн храм пресс-секретарь телевидению пресс-секретарь телевидения вот поэтому я понимаю почему лень григорьевич определил тему нашей встречи именно диалог сми и власть наверное потому что я был и по одну сторону и по другую сторону баррикад хотят баррикадами назвать трудно теперь что касается вот этого самого диалога вообще есть по моему это арабские эмираты у них в авиалинии есть слоган что пока вылетели миру же мир уже изменился то есть мир сегодня меняется с бешеной скоростью и когда я начинал работать взаимоотношения между властью и несмотря на то что это были времена борис николаевича ельцина когда была свобода слова никто еще не знал что такое вертикаль власти вот никто не знал слова самоцензура вот никто не обсуждал с высоких трибун что к нам возвращается цензура в сми и прочее 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 со времен обкома партии все равно оставалось некое право вета то есть если где-то случалось какое-либо происшествие то могли позвонить сказать ребят давайте показывать не будете и рассказывать об этом и это принималось и все как бы с этим соглашались и от не показался раз как говорили по моему сененщики если события не показали по телевидению значит его и не было вот к двухтысячным годам ситуация несколько поменялось то есть могли позвонить сказать ребята давайте вы вот эту новость не покажете что уже отвечали а вот там есть еще газета есть там первый интернет какой-то издали вот если вы с ними договоритесь то мы тоже эту новость не покажем вот и соответственно еще был шанс на то чтобы что-то не прошло так вот где-то со средины наверное нулевых годов ситуация кардинально с развитием смартфонов соцсетей изменилась и сегодня мы живем в мире наверное концу нулевых вот когда какое-либо событие утаить просто невозможно вы сами это прекрасно представляете журналисты черпают информацию соцсетей вы знаете что самый я не скажу продвинутый но самый оперативный самый горячий самый реагирующий вообще на все на любой чих телеканал life вообще holding life news да он уже данным давно работает через приложение который наверняка каждый из вас тоже получал свое смартфоне что установите приложение получите деньги за то что вы там передали такую-то новость я знаю своих глубоко уважаемых людей приятелей москвичей некоторых уже из них даже у я например саша чапорухин он там живет сейчас на два города нью-йорк на москву и попал в театр попал на какого-то там очередной перформанс нашистов которые закидывали очередного выступающего гнилыми яблоками снял это на телефон отправил news это было через пять минут уже во всех лентах новостей саша чапорухин получил за это по моему 10 тысяч рублей вот мелочь называется но приятно вот новость все новость ушла и соответственно вот на сегодняшний день мы все с вами столкнулись ситуации когда власть и сми должны каким-то образом находить диалог и каждый из них доказывать отстаивать свои интересы утаить что-либо невозможно то есть вот это надо просто принять понять положить в голову и понять что все соцсети перебили все знаете как-то фраза из интернета если ты с тобой случилось не дай бог авария то последнее что ты увидишь это будут телефоны которые снимают как ты умираешь вот это на самом деле так и состояние людей поменялось и вот в этих условиях на самом деле нам мне лично мне даже было достаточно тяжело работать в то время в мэрии как любом не менее не в мэрии вот тяжело работать вообще как любому представителю пресс-службы которая работает на властной структуре на самом деле очень трудно и тяжело находить диалог со смешниками почему потому что сми хотят всегда получить самую оперативную самую лучшую самую эксклюзивную информацию а любой работодатель любое государственное учреждение всегда планирует что эта информация во первых должна быть объективно но объективно в какое-то время объективность сводилась что вот я вижу мир так и это объективно сегодня конечно уже у многих наших руководителей счастью эта ситуация поменялась то есть они просто настаивают на том чтобы не создавали истерику не создавали какого-то ненужного ажиотажа дали именно то что произошло то есть вот в то время как журналисты естественно заинтересованы в рейтингах наоборот сгущают атмосферу и сгущают краски во вторых если ты что-то узнал раньше очень важно очень важно успеть в бросить информацию журналистам первее то есть вот на самом деле кто первый сделал шаг тот и в любой ну как правило в информационной политике то есть если в городе происходит какое-то событие я буду говорить на примере казани да то есть два города понятно при этом может быть вообще любой населенный пункт вот если где-то проведетом хорошо произошло какое-то событие и мы заранее узнав об этом первыми вбросили то есть прошло чп ну пусть это будет там ну что-то не страшное ну я не знаю крыша обвалилась под тяжестью снега на бесчеловеческих жертв на пятом этаже на квартиру пришлось выселить да что если мы власть первое вбрасывает сообщение о том что действительно сегодня такому-то адресу произошло обрушение кровли все произошло без жертв стоит человек который дает комментарии прочее то вот это событие журналистами отрабатывается совершенно адекватные правильные ну добавить к этому уже нечего не убавить не прибавить то время как если первыми на место события приезжают сми то вы догадываетесь что то может быть написано вот что там и могут быть и жертвы что пострадали два человека но нам об этом совершенно неизвестно это природа журналистов быть на свои 90-е годы я как раз работал на гтрк марила работал по договору с нтв еще с тем нтв и в одном из районов марийке произошел взрыв бытового газа вынесла одну квартиру полностью на четвертом этаже а 5 провалилась вот к счастью не на четвертом и на пятом никого не было вот просто никого не было никто не пострадал все вдрызг звоню на нтв сюжет надо нигде тут взрыв бытового газа как нет конечно сколько пострадало бы никого там пауза быть ничего даже быть собаку кошку не придавила гримит не не надо все вот отношение как бы да то есть факт соответственно поэтому всегда та сторона которая а я вполне допускаю что многие из вас могут выйти работать в пресс-службы вот или работать там на государство так или иначе отстаивая там интересы холдингов вот или частных всегда первыми бросить информацию вторая проблема которая со стороны работников холдинга и со стороны работников пресс-служб вы планируете события очень важно донести для журналистов в события которые вы планируете вот например расскажу на очень непопулярной теме как платные парковки в центре казани то есть у кого автомобиль есть наверное мэрию казани люто ненавидят за эти платные парковки вот мы столкнулись с огромным количеством критики но соцсетях но как ни странно журналисты и сми были на нашей стороне в этой борьбе почему потому что до того как поставить эти парковки мы провели достаточно большую пиар-компанию то есть мы честно и откровенно показали что город казань задыхается от пробок в центре города что есть огромное количество паркингов но мы люди уже не ставят машины что город не собирается зарабатывать деньги на том что вот машина оставлена и мы за это получаем нет наша задача чтобы может человек приехал в город нашел место припарковался быстро сделал свои дела и уехал тему тем самым пропускная способность движение увеличивается мы собрали пул журналистов и показали им как это устроено в москве мы показали что получила москва в результате вот этого движения установки платного по паркинга в центре города на сколько процентов увеличилось движение в москве как она стала проходиме и когда журналисты имеет возможность пощупать руками задать вопросы заранее и сформировать свое мнение происходящим они основываясь на истерике в соцсети козлы такие поставили тут знак платный паркинг то он совершенно другую позицию занимает в этом отношении он становится твоим союзником вот это поэтому вот с точки зрения еще раз взаимоотношений очень важно формировать повестку дня если по если события вам известно заранее если вы заранее там я не знаю работаете в сибнефти и вы знаете что через два месяца у вас будет закрыт какая-то там несколько скважин на этих скважинах живет там 10 тысяч человек вот и вы при этом знаете что скважины будут закрыты на 10 тысяч человек и приведете совершенно другой поселок водите им работу и так далее то вот заранее нужно уметь формировать мнение и заранее продавать это средство массовой информации чтобы в тот момент когда поселок закрылся у журналистов уже было абсолютно понятное мнение на истерике в соцсетях они не реагировали а истерики в соцсетях будут всегда то есть нужно понимать что я все время называю у меня был случай с одним из наших журналистов я не помню фамилию да не суть как бы зачем называть еду я домой никого не трогаю машине а в городе пурга ну ужас на самом деле а тоски знаете когда метет когда вот видимость никакая в сплошные пробки захожу в twitter вот и там значит ну вот город ни хрена не делает дороги не чистит там тра та 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 уважаемый человек хорошему здание работает я ему пишу ну пожалуйста вы расскажите нам как снегопад который не останавливается почистить город мы с удовольствием участок возьмем и сделаем что получаю ответ какой мое дело мы вам деньги платим налоги платим чистите город вот на что им отвечал ну все как бы то есть диалог закрылся я думал что мы разговариваем на каких-то там вполне вменяемых вещах оказался очередной боец диванных войск через пять минут в твиттере миниханова появляется что пресс-секретарь мэра казани обозвал журналиста представителем диванных войск думаю все после этого я чтобы даже здороваться уже не буду но к чему говорю истерика будет всегда даже у самых грамотных вот это умный человек очень умный человек действительно как бы да но эмоционально у него что-то перевесило что-то перемкнула истерика соцсетях будет всегда что бы мы ни делали вот мне вот например никогда там в голову не придет сидеть в контакте и там какие-то посты писать как все омерзительно и отвратительно тут получат это удовольствие людей много на самом деле вот но вернусь и закончу эту мысль если вы имеете подготовленное общественное мнение если у вас все просчитаны остап бендер говорил у меня на пять ходов все просчитано то вы навсегда останетесь в плюсе и всегда отыграете ну и самое главное никогда ничего нельзя замалчивать это третье что касается работаемых при службах в взаимоотношениях со сми то есть нет ничего хуже если вы не отвечаете на те или иные вопросы сми конечно если под это нет объективных причин у меня были стандартные отмазки я категорически не комментировал слухи то есть если мне звонили и говорили что вот прокомментируйте что мы слышали то слухи мы комментировать всегда отказывались но это нормальная позицию любой прислужбы даже если слухи завтра сбудется то мы прокомментируем факт сегодня это слухи вот но если произошло какое-то событие журналисты об этом знают а вы об этом не говорите то это не есть здорово на самом деле последний пример который резко так тоже в очередной раз так всколыхнул в общественность это осенью вы помните наверное ту якобы рощу наговорила вода которую вы рубали или нет знаете эту историю не рассказывать ее вам или нет ну судя по тишине не знаете значит у третьей транспортной дамбы с правой стороны казани арен если мы смотрим в сторону гора казино с левой стороны меди мегастрой и такое недостроенное буддийское здание представляете да где то вот и там было принято решение построить не принято решение не по требованиям фифа нужна стоянка под общественный транспорт не общественный транспорт а личный транспорт для болельщиков чемпионата мира потому что во время 2018 года стоянку казани арены использоваться не может по требованию безопасности вот под личный автотранспорт то есть от требований фифа она прописана никакого леса там естественно нет там есть как ну такая болотная поросли асока с этими с ивами и и начали вырубать вот и начали вырубать нашлись граждане которые на этом начали делать свой как бы активный пиар тем более на улице новаторов у них уже там в общем то закончилась история где они могли себя показывать и из этого раздули целую историю что казани вырубал от рощу написали президенту фифа написали там гринпис но куда угодно только и написали переграждали путь техники и прочее 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 почему произошла ситуация ну то есть вроде как спустили на тормозах но война продолжалась наверное недели три-четыре вплоть до вмешательства президента почему потому что начали делать тихаря делали не мы не буду говорить кто знали заранее начали делать тихаря делать тихаря получили ужас но когда-то ужас начался все что нужно было сделать это выйти людям и официально донести свою позицию что происходит то-то то-то делаем то-то то-то делаем так то так-то уважаемые граждане здесь будет то это все песня закончилась не было бы никаких вопросов то же самое вчера смотрю новости на телеканале татарстан 24 не помню в каком районе свесли ротонду крики вопли жители как так вот это ротонда мы и любовались это наше место мы тут все только после это выходит представители мэрии говорят что дорогие граждане вы не переживаете этой ротонды черт знает сколько лет мы ее снесли потому что могла рухнуть на головы весне у вас будет или к лету снова ротонды нормальных материалов ребят вам кто мешал это все раньше рассказать населению я все время вспоминаю наверное семь лет назад или шесть лет назад я по делам приехал в прагу и там ремонтировали карлов мост так там весь город был увешан в рекламе когда его сделают как его делать из каких материалов его делают и что это карлов мост это вот наследие наше там тысячелетние 800 лет ему ли 700 и мы гордимся и все будут жить и и трудиться и счастливо ничего с ними случится вот это нормальная как бы пиар деятельность пропаганды того что делает власти никаких вопросов тогда ни у кого совершенно не возникает для чего почему и как это сделано вот ну это что касается наверное работы с той стороны что касается работы с точки зрения журналистов журналист как раз наоборот для него задача первым найти материал эксклюзивно принести потому что только эксклюзив дает ему возможность выстрелить чем больше вы таскаете эксклюзива чем больше у вас есть связи в тех или иных пресс-служба тех или иных организациях тем больше вас будут ценить любить и уважать потому что любой инсайт любая работа на опережение дает вам читателей дает вам зрителей дает вам слушателей в этом отношении не могу не назвать бизнес онлайн у которого такие сай доски есть люди которые такие вещи тоска что например до сих пор многие в том числе я ломают голову где не это берут вот потому что люди которые многие могли им это слить мы брали их за горло и просили тыл они кричали что нет ним и здоровьем прилились детей вот тут уж страшнее ничего не придумать но тем не менее вот это ребята которые работают по очень ну как бы очень серьезно с точки зрения именно получения информации за несколько дней до недель вперед того что произойдет от правда вот второе всегда нужно делать при всех задачах которые вам ставит ваш редактор принести первым новость сделать ее лучше чем у других все таки я считаю нужно делать ее профессионально возможно как уже государев человек который работает на государственном телеканале я бы и сказал о том что но нужно сдерживать эмоции и не давать им волю но где-то можно сдерживать и нужно а где-то наоборот какой-то канал для какое-то издание наоборот попросит дать более яркую эмоциональную окраску событию да то есть сегодня сгорела собачья будка эта новость а вот сегодня вспыхнул пожар около жилого дома по улицам в лютого 55 горело деревянное строение которое впоследствии оказалось собачьей будкой совершенно другая история как вы догадываетесь до степени подачи то есть человек который начинает слушать 2 ему станет интересно там же пожар произошел в таком-то месте ну и еще раз говорю профессионализм профессионализм еще раз профессионализм то есть какие-то критерии которые мы по которым и вас оценивают и вы оцениваете эти критерии только результат то есть это все-таки отношение к слову это грамотная речь как мне кажется просто понимание того о чем вы говорите и пишите я вам сейчас вот расскажу одну историю потом наверное перейдем к вопросам что такое профессионализм и что такое непрофессионализм я не буду за него называть фамилии этих людей это было шесть лет назад я работал в мэрии казани и для того чтобы попасть на прием в мэрию как известно если вы кто-то из вас захочет стать работать мэрии то никаких препятствий для этого нет вы пишете заявку в кадровую службу с вами с вами проведут очень такой серьезный тест основанный на шиловской системе отбора вот и одним из условий она не законодательно не оформлено вы можете отказаться но является прохождение тектора лжи да то есть мне когда мне предложили мне было любопытно да и бояться то ничего собственно говоря не участвовал не состоял не брал вот я спокойно сходил прошел всю эту замечательную как бы историю а поскольку это все выплеснулась прессу что до приеме в мэрию казани проходит тектора лжи и так далее это но активно развивать на самом деле 2 мвд и мы первыми стали в татарстане кто примет эту систему и к нам обратилась одна газета очень популярная которая только выбирала оборот в казани может быть ну да наверное 6 лет назад газета-то называлась про город часто называется там по моему город просто до или как-то дали про казань вот что неплохо было бы вот чтобы нам вы эксклюзивно дали материал о том как работает детектор лжи и вообще тем более что вы только что публиковали информацию о том что 68 чиновников у вас были уволены после прохождения детектора лжи окей давайте значит я посовещаюсь с высшим руководством поскольку все-таки тема такая интересная постараюсь вам помочь пришел грудь услышать на газета молодая ребят хорошие давайте как бы сделаем вообще ну респект и уважуху давайте приведем его и самого потестируем заодно знаем чего не в башке интересно же ну давайте приходит значит журналист заходит в кабинет сидит наш человек кто проверяет у него на столе стоит вот такая черная 125 грамм мерзавчик бутылка с бальзамом багульма только значит бальзам багульма отодрана вот на него наклеена этикетка череп кости надпись сыворока правда вот пока значит его подцепляют к креслу спрашивает учета конкурент сыворотка правда зачем ну как бы зачем но вот тебя так мы просто показываем как это все происходит на самом деле а реально вот люди кто приходит мы им капаем в чай расслабление более происходит и более точно ответы даются да да ну хорошо спасибо значит берем мальчика сажаем его ну как зовут как там то все проверяем любопытно больше всего меня потрясло два ответа потрясли первое работая журналистом после школы ты нигде не учился давайте нет образования ты считаешь это нормальным это он да и то есть ты реально считаю что ты можешь как бы людям взрослым рассказывать о том когда он в этом уверен вот ну это так отвлечение затем он уходит ему дарят пакет на память в том числе и сыворотка правда там тоже есть ну это такой сувенирный набор через день не приходит на вычетку текст вот он не отъезд из телефоне я его храню как образец но могу уже по памяти на самом деле вот то есть в лите стоит что чиновникам перед проверкой дают пить сыворотку правды в общем я уже напрягся причем на самом деле от текста стоял с четырех абзацев то есть я был потрясен то есть ребята тебя привели тебе показали тебя посадили ты сам прошел тест до написать с этого 4 абзаца это нужно быть на конченым идиотом как мне кажется да то есть потому что был эксклюзивный материал вот дальше идет нормально то есть как заявил там мэр казани сурмешин после проверки на это самое полиграфия 68 чиновников как бы написали заявление об уходе все так и было второй абзац процедура происходит следующим образом к одежде чиновника на пальце правой руки крепятся датчики так одежда чиновника на пальце правой руки вот потом там был еще какой-то выверт и заканчивалась это все гениальной фразой что по итогам внимание каждый шестьдесят восьмой чиновник мэрии был уволен я набираю телефон тогдашнего редактора и говорю уважаемый имя рек говорю ну как то вот не бьется не 68 не 68 небольшие пальцы чиновника на одежде которые растут внезапно да то есть сывороткой правда вообще хихит что-то я там еще нашел я не помню просто до копаться сейчас не буду в телефоне вот это был шедевр на чем я что мне ответили сергей юрьевич вы придираетесь я дошлифовал это текст больше с этой газеты я ну как бы сильно не дружил работали да но дружить не уже не дружили вот это то что называю либо профессионализм либо нет потому что вот так вот работать нельзя а имен и фамилия не называть почему потому что вот тот которому к одежде на палец большой руки привязывали датчики он сегодня хозяин одного из самых крупных пабликов казанской вконтакте а главный редактор которая придираясь какое-то время у вас дежурную листику преподавал вот поэтому еще раз ценить нужно слова любить слова и быть профессионалами иначе ничего хорошего не выйдет на самом деле вот ну что знал то сказал как говорил герой одного фильма поэтому на самом деле мне кажется что мне лучше ответить если на вопрос который надеюсь у вас есть потому что так не лучше можно вот рассказать о том что собственно говоря знаю прохожу и все поэтому пожалуйста господа не такой вопрос не рассматривается ли телеканал татарстан 24 как пиар-проект для освещения деятельности органов власти нет если коротко если развернуто ну вообще вы знаете кто платит тот заказывает музыку да у нас есть некий госзаказ татарстан 24 имеет год заказ на изготовление новостей вот сюжетов и так далее которая в том числе и рассказывают о внимании не о достижениях органе органах власти а достижение социальной политики против республики татарстан вот это одна из задач который перед нами стоит потому что если вы смотрите город то это канал как бы для обывателя да то есть когда за сан 24 канал который мы сегодня уже видим это канал который смотрят все таки люди с незаконченным и с высшим образованием то есть его аудитория более ну я не скажу продвинутая но более адекватная что ли вот потому что мы никогда не будем никогда не говори никогда конечно но лично мне не хотелось бы все таки ставить первым сюжетом в программе тему о том кто на коммунальной кухне первым в кастрюлю плюнул вот хотя это безусловно будет пользоваться личным спросом если еще и драку показать это вообще лучше дэвр да вот мы все-таки больше готовы предоставлять качественный контент о жизни республики я сегодня уже говорил о том до вас у меня было небольшое интервью в одном из знаний татарстанских вот я говорил о том что возможно кому-то действительно может быть неинтересно что там происходит в альметьевске возможно но как правило человеку которого с головой все хорошо и который расширяет свой кругозор и который живет в этой республике который здесь работает и который заинтересован здесь жить и работать дальше он действительно должен понимать что же происходит здесь иметь хоть какую-то минимальную палитру дня а реально в телевидении и даем к мы мы даем и каждый час то есть вам не обязательно круглые сутки сидеть на канале да но если вам не нужны спецпроекты которые у нас выходят там актуальный разговор какие-то там я не знаю спортивные программы которые возможно сейчас нас начнут выходить да какие-то культурологические программы и прочие вещи именно новостная палитра то в течение каждого часа вы включаете два четверку на во второй кнопке кабеля в эфире там есть нюансы и спокойно узнаете тут тоже что там произошло что произошло там нижнекамский в челнах в зеленом доле в казани у нас порядка 85 наверное сегодня процентов контента это уже новости с регионов увы я вижу что вы хотите в догонку спросить но закончу увы качество этих новостей пока и визуально не совсем хорошая потому что мы то работаем вожди вот в 4к мы вожди вот и даем сигнал вожди а в регионах такого пока оборудования нет но это вопрос времени да и денег и уровень конечно журналистов которые там было не учиться они молодцы они уже сегодня с каждым днем новости лучше просто когда люди сидят там я не знаю в уездном городе вот и они там делать какой-то продукт варится в собственном соку да что вполне возможно что делать уровень новости на уровне сцены а возможно делать уровне на уровне там я не знакомым там муха задрищинская потому что они сами вот для себя определить такой стандарт новостей ничего не видят у нас слава тебе господи такого нету регионы видят что должно быть на выходе и работают в этом же ключе работу над этим делятся редакционная политика именно в какие новости брать в повестку дня из районов нет ну поверьте мне в районе каждый день не происходит количество огромное количество новостей то есть идет плановое наполнение если вы например смотрите 10 часов 10 часов утренний выпуск два четверки то там больше казани безусловно потому что регионы просыпаются регионы снимают еще материалы регион должны их перегнать наши редакторы отработать да потому что какие-то новости не будем скрывать нам приходится перечитывать а некоторых даже переформатировать вот но поэтому утром больше казани и даже больше скажу больше дтп которые там до случились казани за ночь вот каких-то резонансных естественно потому что столкнулись там дэо матис шевроле niva никому не интересно совершенно да если резонанс какие-то дтп то тогда конечно мы их ставим вот дальше ну что приходит из новостей но извините меня от вот эта страшная трагедия которая произошла с мальчиком с выстрелом она конечно шла номером один во всех региональных новостях да вот вы это закон и жанра ничего не сделаешь а хотя там безумно страшно когда маленький ребенок школьник по глупости совершенно как бы умирает больницы на пятый день повторяю ротонда вчерашние да то есть ну а где-то там я не знаю к детский класс присягу принял почему не новость концу выпуска да конечно не казана балконе но вполне себе такой полубантик который немножко напряжение может снять то есть есть редактор выпуска он же наверное понимает что он делает это высокопрофессиональные люди но такого что вот нам сегодня присылать если происходит отчетная сессия в районе главы мы показываем все района почему нет район отчитываться своем достижении но показывать каждый день там собрание колхозников в учреждении 50 лет без урожая конечно мы не будем зачем нам это надо интерес интерес значимость события и мы сегодня уже имеем возможность выбирать с каждым днем это возможно все больше и больше да пожалуйста сергей юрьевич как вы будете работать с конкурентами чем телеканал и чем телеканал татарстан 24 будет отличаться от всем знакомого эфира например дарья миронова ну во первых вот я считаю на самом деле у нас конкурентов то нету поляна извините уж это такое грубоватое выражение теле поляна татарстана очень поделена правильно то есть город это программа о городе и для горожан и эта программа выходит 7 в 10 часов вечера правда у нее рейтинги на первый канал кладет и 24 чтобы даже если мы сделаем фантастический движок новостной канал там до 24 дон долю больше там 3 ну качет больше 3 даже наверное иметь все-таки не сможет в редкие всплески вот то есть город программа городе горожан 24 это канал который о республике и для республики да и для каждого горожанина челнин челнин соли или человека живущего там бгт и прочее первое второе мы новостной канал то есть у нас выходят новости каждый час мы идем под слоганом под брендом новости каждый час соответственно ну что вам удобнее ждать 7 часовых новостей городских причем самое главное что произошло в городе конечно мы вам тоже покажем безусловно если это событийные здорово вот вы можете в любое удобное для вас время включить новости посмотреть и причем вы можете отслеживать еще один из важных моментов мы же сидим на самопрограммирование на же собственное вещание если произошло какое-то резонансное событие мы в течение дня можем его отслеживать эфир вам даст город вам даст то что он посмотрел течение дня и дал какую-то точку мы вот 12 произошло события мы дали первое сообщение что там то там и случилось то 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 в два часа мы можем дать подробности в 4 мы можем пригласить экспертов студию которые уже расскажут о том почему это произошло как меня учили в институте всегда неважно не всегда важно само событие важно почему у нас случилось поэтому если в этом событии есть какой-то смысл да то соответственно мы можем его судить с экспертами а может даже с участниками этого события и в завершении дня мы вам дадим вообще полную картинку уже с экспертным мнением и так далее то есть мы смотрим за событием развития возможности самопрограммирование это позволяет нам поэтому я считаю так что касается тнв то мы с ними вообще не конкурент потому что тнв это канал который ну больше все таки наверное рассчитан на сохранение культуры традиций чем на новостную ленту хотя там очень хорошие новости у мудина фатуховна и очень сильная команда но они тоже не выходят каждый час ну а гтрк вы сами понимаете они выходят в рамках тех окон которых им дала москва и чтобы они не сделали в два часа новости 2 насколько сейчас у них потом после новостей и 23 все новости каждый час нам бы конечно денег как на москву 24 вот тогда мы развернулись но мы не москва ответил здравствуйте каково соотношение внутреннего и внешнего контента дарья черницына так дайте сообразить что такое внутренний и внешний контент в вашем понимании ну вот и лично вашей передачи есть какие-нибудь покупные программы то есть надо было спросить сколько доля наши мы 92 процента своих программ как бы выпускаем на канале это 90 процента собственное вещание на может быть даже 90 92 94 то небольшое количество программ которые мы покупаем связано с тем что нам экономически невыгодно их производить это как правило программы связанные с путешествиями то есть мы на сегодняшний день у нас идет очень неплохая европейская программа вожди качестве связанная с путешествиями по европе вот ее как вы понимаете выгоднее купить хотя я бы сам с удовольствием стал редактором такой программы с удовольствием выездил по европе снимал но боюсь что полубюджет республики я бы слопал на этом вот а там это достаточно проще дешевле понятнее то есть у нас наш покупной контент не потому что мы не можем потому что экономически выгоднее сделать то же самое понимаете на сегодняшний день экономика офиге кто-то очень многие вещи которые может быть и не надо бы делать но мы вынуждены их делать вот есть телеканал эфир 24 постам 24 есть телеканал эфир мы находимся все в одном здании да как вам известно вот мы в свое время когда объединились и 24 к и татарстан села на базу подготовленные эфира 24 правильно правильно когда собственная служба новостей есть у 24 и у эфира это правильно это законы жанра так должно быть но экономическая целесообразность на сегодняшний день когда страна в глубоком кризисе да когда рекламодателя нету фактически когда мы каждого клиента облизываем как корову теленка вот приводит к тому что мы идем на упрощение ситуации мы создаем так называемую телевизионную службу новостей которая который эфир и 24 заказывает новости я покупаю новости то есть мне это выходит выгоднее почему потому что ну самая элементарная вещь вот опять же но пусть будет ну что вы терт с ним ну ну вон уникса ко-нибудь там шоу происходит да там гребенщиков приехал играет на улице там песни дворовые свои поет мне посылать двух корреспондентов на сегодняшний было бы правильно экономически выгоднее послать одного корреспондента одну съемочную группу от тс на и этот тс на зависимости от тех задач которые мы ему ставим сделать мне либо сюжет и либо резку на эфир либо там и там сделать сюжета но они разные но это стоит два раза дешевле как вы понимаете поэтому тут многое определяют то есть на сегодняшний день многое определяется деньгами прежде всего так бы вы могли сто процентов контента делать еще раз повторяю с удовольствием поеду снимать туристическую программу еще лучше кулинарную но тоже за бугром да пожалуй ответил можно поподробнее про оригинальный неновостной контент канала сергей юрьевич какие будут жанры и кто авторы ну на самом деле тут вот я не совсем как бы вам скажу не совсем копенгаген легче зайти на самом деле чтобы я вот не занимал это время на татарстан 24.tv не пугайтесь там вас выбросит еще на старую страницу эфира но там вот весь наш контент те программы которые мы производим на сегодняшний день у нас есть актуальное интервью то есть на самые актуальные темы дня мы разговариваем в прямом эфире затем идет несколько повторов у нас есть прекрасная итоговая программа до итоги недели вот основаны как раз вот на тех программах которые выходили в актуальном интервью у нас есть программа а не уз которая посвящена новинкам каких-то там технических дел есть народный репортер которая больше не замешана не youtube хотя у меня там есть и от вопросов я бы наверное кое-что поправил есть культ просвет культурных событиях которые происходят республике тоже программа выходит в прямом эфире соседней аудитории моя коллега в прошлом нынешнем гульнас миниханова пресс-секретарь министерства жилищно-коммунального хозяйства тоже сейчас ведет мастер-класс вот она у нас ведет совместно там с господином забыл фамилию псевдонима фамилию говорить не буду вот ведет программу посвященную коммунальным советом стали очень хорошую не аудитория потому что такое живое общение со зрителями о том что в данный момент почему их там тут платят тут недоплатили тут вода течет а тут крыша рухнула вот мы сейчас еще раз говорю находимся с переговорах по на вас по спортивным неким спорт на самом деле давайте будем честными он не приносит как правило особых денег поэтому первый канал от него общем-то и постарался избавиться вот спортивная новость у нас присутствует целенаправленных как таковых программ нет мы хотим автомобильную программу но для того чтобы делать автомобильную программу мы должны понимать чем она будет отличаться от того что сегодня делают наши коллеги на тнв и мы должны понимать какие затраты это потребуется ему такую программу естественно не потянем до то что затраты что выгоднее купить может быть опять же будет либо найти там одного-двух якорных спонсоров которые будут помогать там ее производить то есть что еще есть очень хорошая программа мы сейчас пытаемся и раскручивать достояние республики она посвящена и людям и районом по зеленодольскому району был очень хороший материал достояние республики сегодня мы делаем достали республики к первому марту к юбилею президента нас ну то есть 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 вот очень кстати большим спросом пользуется вопрос эксперту когда мы ее делали два там года назад еще эфир начинал делать мы людей туда загоняли силой да то есть придите ответьте на вопросы зрителей и мы вас покажем по телевизору и вы там это будет крутиться на сегодняшний день мы отказываемся пускать туда людей без денег то есть но ребят все мы скрутились она пользуется спросом и большим спросом если вы хотите в ней участвовать пожалуйста мы мы канал не государственный мой канал частное государственное партнерство и зарабатывая от зарабатывания денег и нас никто не освобождал мы вправе для нас это при необходимость при производстве качества контента мы хотим зарабатывать деньги на этом то есть это нормально вот есть один день в истории которые делать сережка шерстнёв о том что происходило в татарстане в те или иные дни в те или иные годы ну то есть палитра достаточно огромная еще раз повторю мы на собственном самом программировании в принципе если нам стрельнет в голову сделать то-то и то-то и то-то экономически это будет обоснованно если под это еще и вот рекламодатель то почему нет уроки хорошего вкуса например они заточены под рекламодателя то есть если нет рекламы чё же мы будем ходить и ресторана рекламировать а если они появляются то мы с новостями делаем эту программу как и делали ну вот как то так но больше на посмотрите на сайт на сергей юрьевич разрешите пожалуйста вам как нашему как уже было сказано потенциальную работодателю задать следующий вопрос вот предположим что я заканчиваю журфак имею за плечами какую-то журналистскую практику минимальную и можете ли вы мне как работодатель назвать три причины почему я должна пойти работать именно к вам на канал если можно давайте все-таки вы меня убедите почему я должен вас взять здесь именно вопрос наверное об уникальности опять же контента об уникальности канала какие-то конкуренты понимаете я как работодатель дам объявление на хэдхантер и буду сидеть и колупаться понимаете то есть мне моя задача убеждать вас прийти ко мне ваша задача доказать мне что должен вас взять поэтому я не могу назвать ни одну ни две ни три ни четыре причины понимаете если бы у вас был вот такой бэкграунд да вот если бы у вас был какой-то там сумасшедший опыт у вас было офигенное портфолио вот тогда я бы вас убеждал ползу на коленько включался выясни по паркету году только останьте у меня судил золотые горы как бы и так далее а пока у вас ничего нет вы должны доказать что вы достойно здесь работать вот ну как то так я вижу может быть это не совсем правильно но но докажите докажите а вот это другой вопрос вот это должно быть портфолио должна быть практика это которые вы получили здесь должны быть знания при том при всем что вполне еще раз повторю вполне возможно что вы можете прийти вам скажут забудьте все то что чего учились здесь 5 лет вот начинайте заново и в 90 процентах то случаев так и происходит но я думаю что сегодня на самом деле ситуация поменяется практика практика и практика самое главное эти пять лет должны для вас стать возможностью пока зарекомендовать себя там там и там надо проходить на телеканал Надо добиваться, понимаете, если вы приходите на телеканал, то для журналистов, которые там работают, вы, ну уж простите меня за некую грубость, да, но вы такие вот это, такой офисный планктон, который мешается, вот. Тетенька, а можно съезжу туда, тетенька, а можно съезжу туда, вы должны есть, да, как бы, нет, нельзя, ну и ладно, значит, невольно-то и хотелось. Нифига, надо ездить, надо доказывать, надо брать микрофон, надо спрашивать, надо надоедать. Вы через месяц уйдете, да, обратно, у вас практика закончится, они там легко с облегчением вздохнут, но через год же вы вернетесь, у вас уже будут знать, о, опять это пришло бы, он сейчас доставать будет, а это уже не достает, это работает. Спрашивает, но работает. Наверное, так, то есть все равно пока, на самом деле у меня, в бытность моей работы в мэрии была девочка, она закончила пиар в КФО, она была у меня на практике, и когда она вот отработала просто три месяца, у меня была одна ставка свободная, вот, мне позвонили, сказали, там девочку надо взять, у нее папа просил, хороший папа, вот, я говорю, а, почему, потому что у меня есть девочка, которая у меня была три месяца на практике, которая, в которой я уверен, которая, вот, из которой я сделал то, что мне требуется, ну, у которой есть все задатки, ну, если вы настаиваете, то, да, а папа очень, ну, папа действительно очень хороший человек, вот, вот, то давайте введем еще одну ставку, и нет проблем. Мэрия Казани всегда была очень хорошей структурой, мне сказали, ну, при чем тут еще одна ставка, и при чем тут папа, нас попросили, но работать-то тебе, поэтому бери того, кого считаешь нужным, но вот за три месяца девчонка доказала. Я на сегодняшний день, она в декрете, там, ребенка растет, полтора годика ему, да, но я, например, вот, все сделал возможное, чтобы перетащить ее к себе, потому что она относится к той категории людей, которым жизнь свою нужно доверить. Сказал, сделает. Три месяца практики, всего на все, и желание работать. Как-то так. Ответил или нет? Вы говорите, ответил, может быть, что-то надо продолжать, может, еще. Да. Сергей Ильич, здрасте. Здрасте. Вы говорили о бойцах диванных войск, и в том числе о том, что, будучи представителем пресс-службы, вы предпочитали их игнорировать. Я не предпочитал их игнорировать. Ну, вопрос, да. Да. Вот сейчас с позиции журналистов вы должны понимать, что для нас это большой соблазн написать о том, что государство предпочитает игнорировать заявления и обращения своих граждан. Отсюда вопрос. Вы считаете это именно желтушностью или все-таки попыткой осветить общественное мнение? Спасибо. Спасибо. Давайте уточнимся в терминологии. Желание писать, что государство что-то ничего не делает, это не то, что ваше право, это ваша обязанность, если государство действительно что-то не делает. И я вот для себя, например, не знаю, чиновник я или не чиновник, да, журналист я или не журналист, я как-то вот, да, частно-государственное партнерство, на 50-50% там, 50% там, но у меня в телефоне стоит Change.org, и я охотно подписываю петиции, когда вижу, что государство где-то чего-то не дорабатывает. Да? Это, еще раз повторяю, это не ваше право, это ваша обязанность. И государство должно вам дать разъяснение, и государство вам должно полностью объяснить, почему, как налогоплательщику, оно мне оказало ту или иную услугу, которая предусмотрена законом. Что касается боец диванных войск для меня, да, то это такая некая зануда, которая, капитан очевидность, которая может зудеть, но не предлагать ничего. Сделайте вот это, еще раз повторю, да, в той ситуации, когда, ну я выбесился реально, да, то есть идет снегопад. Ну вот, я живу в частном доме, да, но я же не дебил, я же не выхожу с лопатой, когда снег идет улицу убирать. Вот. Закончился снег, я взял лопатку и пошел махать. Вот. А там, больше всего, взбесило, что это адекватно уважающий себя человек, журналист. Поднимать вот это, да, это первое. Второе, что касается опять того же примера, адекватно уважающий себя журналист должен знать закон. Что он должен требовать у государства? Так вот, в законе по уборке улиц написано, что в течение трех суток, по-моему, трех суток, уже время прошло, забываю, или в течение суток, но... В общем, с момента окончания снегопада должно пройти там, по-моему, офигенное количество часов до того, как должны быть убраны улицы первой категории. Это закон. Понимаете? Вот. А там человек, вот, вы не положь. Поэтому вот бейт с диванных возле меня это вот это. Понимаете? А отнюдь не журналист. Журналист должен спросить, а, ребят, действительно, вот у вас восемь часов... А, восемь часов? Восемь часов прошло, а у вас Ершова не вычищена. А что это? А у вас вот бюджетное финансирование, а у вас вот такие-то деньги выделены, а у вас вот то-то, то-то и то-то. А моя задача, кстати, как пресс-секретаря, была объяснить, почему не вычищена. Вот. Но, еще раз, вот не надо путать. Не надо путать зануду и этого, и такого вот жалобщика с человеком, с журналистом или с любым человеком, который задает адекватный, вменяемый, правильный, грамотный вопрос. Вот здесь, наверное, так. Да, не за что. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, микрофон я все время забываю. Я-то, думаю, не глухую, слышу. Добрый день. Регина Шафиева, журналистика, третий курс. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы, на ваш взгляд, секреты сохранения аудитории? Да я не знаю. Вы знаете, мы начали с того, что, еще раз повторю, по-моему, нет, это не Fly Dubai, это арабский авиалин, или как они, ни разу им не летал, но, словом, знаю, в хитро увидел, понравился. Что, вот, еще раз, пока мы летим, мир уже изменился, да? Как можно менять аудиторию? Вот смотрите. Вы же все сегодня телевизор, ну, смотрите вообще или нет? Нет, наверное. Ну, да, соу-соу, да, как бы, то есть. Вечером, когда делать нечего, когда там обедаешь или ужинаешь, если он на кухне висит, включили, что-то там квакает, да? Почему? Потому что вам гораздо удобнее получить контент из интернета. Вот. Моя дочь приходит ко мне и говорит, папа, мы сегодня ночью будем смотреть Шерлока. Она говорит, Даш, ты у меня или с нарезки съехала, вот, или что-то объелось бы. Мы не будем ночью сегодня смотреть Шерлока. Она говорит, почему? Я говорю, потому что я хочу спать. Во-вторых, я не выживу из ума для того, чтобы смотреть там полуторачасовое кино и полчаса рекламы. Мы завтра с тобой проснемся, папа включит компьютер, скачает, и мы с тобой посмотрим без рекламы в хорошем качестве, да? То есть, к чему говорю? К тому, что аудитория-то меняется. Вот на сегодняшний день, в принципе, люди могут прийти домой, ну, скоро, к сожалению или к счастью, я не знаю, но стриминговые каналы будут кончаться, торренты будут кончаться, мы будем с этим бороться, но они все равно будут, как бы, ну, такая борьба не с противоположностей. Будет легче прийти домой, на смарте включить, заплатить 50 рублей и получить тот контент, который вы хотите. Хотите образовательную программу, пожалуйста, для путешествий, пожалуйста, для этого, пожалуйста. Все, что останется, я считаю, все, что останется, останутся новости, потому что новости меняются каждый час. Невозможно, ну, невозможно их держать вот на сервере и там по вызову зрителя сказать, ну, покажи мне новости, которые сейчас происходят, да, они могут быть только в онлайне, либо эти новости могут быть, ну, разделены на несколько блоков, тогда да, то человек может выбрать там в стриминговом потоке, сказать, что покажи мне новости экономики, да, происшествия, вот там, что в онлайне сегодня случилось, ему вывелась картинка, которая там была час назад. Но это все равно запись, как бы, условная компоновка, да, то есть это уже отставание от реальных событий. Поэтому новости, как я считаю, будут всегда. Интернет, ну, вот что касается интернета, я все время люблю показывать свой телефон. Вот у меня есть такая программа, вот у меня есть РСС-лента. То есть вот здесь забиты ряд каналов новостных. То есть здесь Ньюс, Руковым, Казань, Фиост, Лайв, Бизнес, Онлайн, Вечерка, Звуки, Ру, Татаринформ. Я открываю, я читаю заголовок. Если мне новость интересна, соответственно, я уже читаю ее полностью. Если мне новость не интересна, я ее не читаю. Но я, наверное, продвинутый пользователь с каким-то там определенным количеством времени, но мне скучно ходить на новостные сайты, да, и там смотреть ленту того, что происходит за день. Поэтому даже интернет-новости мне, ну, вот интернет, они уже вот в таком виде я их потребляю. Поэтому как удержать аудиторию? Да, ну, не знаю, как удержать аудиторию. Делать качественный контент, делать качественную продукцию, чем-то цеплять. Ведь афиша московская цепляла, всех поменяли, руководство бабахи, и не цепляет. Ну, по крайней мере, цепляет не так. То, что вы делаете в рамках Татарстан-24, то есть вот эти вот методы, там, как удержать аудиторию именно? Ну, это да, но это методы сегодняшнего дня, завтрашнего дня, что вот послезавтра мне трудно представить. То есть каждый день это непредсказуемо все, и нужно пробовать разные... Нужно брать мировой опыт, смотреть, что происходит, и смотреть, как делается. Понимаете? То есть мне три года назад очень хороший мой знакомый Сергей Становкин, региональный директор по России, BBC-шный по рекламе и маркетингу, сделал очень большую экскурсию по BBC, по новому зданию. И то, как у них была устроена вообще новостная лента BBC-шная, для меня, например, стало просто фантастикой. А после того, когда ты начинаешь въезжать и понимать, что BBC-то не новости, Шерлок — это тоже BBC, и крупные фильмы, там, блокбастеры — тоже BBC, и научно-образовательные программы — это тоже BBC, да? Ты понимаешь, что вот эти ребята будут дырать свою аудиторию всегда, потому что они развиваются, и потому что из радионовостей они превратились в международный холдинг, который, в принципе, вот так вот сел на планету и окучивает ее со всех сторон. Ну, нам-то до этого, конечно, ну, я-то, наверное, не доживу, но хотелось бы. Вот, ну, развиваться, смотреть, что происходит, следить за трендами, следить за всеми вот ситуациями, которые сегодня, дальше там, как вылезет. Как-то так. Я так думаю. Хорошо, спасибо. Да, не за что. К сожалению. Ответ-то не дал. Можно вернуть вот к началу ваших слов, когда вот вы начальную речь толкали? В конце вы рассказывали историю с журналистом про города и так с пренебрежением отметили отсутствие высшего образования у этого человека. В то же время, когда вам задали вопрос про то, куда податься журналисту касаемо вашего канала после получения вышки, вы сказали, что все четыре, ну, вы сказали, пять, у нас четыре сейчас года, нужно бегать, набирать свое портфолио, четыре года работать. В связи с этим интересно... Параллельно. Учиться параллельно надо. Человек-то ведь не учился. Я имел в виду, что он высшее образование не имеет, не в том смысле, что у него нет, он даже не учился. Ну, а для вас это минус в работе журналиста, отсутствие высшего образования? Наверное, да. Вы знаете, человек, который журналист, должен иметь профессиональное образование или хотя бы какое-то гуманитарное образование. Люди, которые не умеют писать, у которых, повторяю, к одежде на пальце правой руки, что-то привязывается. Наверное, это отсутствие образования. И, кстати, школьного тоже. Ну, простите меня, но еще раз повторяю, человек, который не владеет словом, который противоречит четырех абзацах себе самому, он не вызывает у меня уважения. Я так понимаю, это прецедент был с этим человеком. Это прецедент, да. Это прецедент. Но при этом у человека была самоуверенность излишняя, понимаете? То есть человек уверен в том, что он может нести слово в массы. Он может нести, он может мне, взрослому человеку... Я читатель. Поймите, я читатель, я потребитель его продукта, да. Я открываю газету, и вот там мне вот кто-то начинает рассказывать вещи, в которых, ну, он даже, извините меня, там, я не знаю, что он читал, если у него к одежде правой руки. Ну, человек, который... Вы знаете, человек, который читает, он вообще никогда в жизни не допустит такого. Опечататься можно. Я, например, когда пишу, я знаю свою проблему, я запятые рассеиваю, как этот самый, как огородник сеет. Почему? Потому что я готовил... Я делал программы, я пишу как ведущий свою речь, и интонационные этими запятыми я уже работал не с точки зрения грамотности, да, а с точки зрения именно вот интонационных пауз. Ну, это моя проблема, я ее об этом знаю, но никто не заставит меня никогда написать что-то подобное, что было там. То есть здесь не пренебрежение к человеку без высшего образования, а здесь пренебрежение к человеку, который идет в журналистику, но при этом даже не пытается учиться. Наверное, так. Все равно вот ваше такое положение, отношение к тому, что человек, идя в журналистику, должен иметь хотя бы какое-то, но базовое, высшее образование, да? Желательно, очень сильно желательно. Не базовое, любое, гуманитарное, как минимум. Ну, можно и техническое, кто же его знает, есть техническая журналистика. Я, например, никогда в жизни не напишу ничего про самолеты, про строительство автомобилей, да, и прочие вещи. Если это, это же востребовано, есть инженерные журналы профильные, там вообще журналистика такова не нужна. Например, вы же сами прекрасно знаете, что есть английский, а есть технический английский. Да, то есть человек, владеющий, там, ну, мы родившиеся здесь, которые учат английский язык, в технические журналы будем залазить, мы там будем просто плавать. Но вот вы же учитесь. Зачем-то же вы учитесь, хотя могли вот после школы взять дипломы, аттестаты, среднее образование и вперед. И я уверяю, вас взяли бы. Вас взяли бы на работу, все в порядке, вы бы нашли где-то. Потому что, например, на рынке журналистов не хватает, откровенно. Да, невысокий уровень зарплат, но на рынке журналистов не хватает. Вас бы взяли, но если вы хотите совершенствоваться, вы бы сами через год сюда пришли учиться. А лучше всего учиться и работать параллельно, по мере сил и возможностей. Внештатниками нужны всегда. Там даже не за деньги, там за удовольствие. Хотя 30 рублей никому не помешает за статейку. Но вам зато в том же Татаринформе или в том же, я не знаю, бизнес онлайн, или где-то еще покажут, где вы ошибаетесь, что вы делаете не так. Еще раз повторю, вы должны закончить вуз. Ну, это мое мнение, повторяю, да, вы должны закончить вуз, у вас должно быть уже портфолио, что вот это вы сделали. Тогда работодатель вас будет любить. Тогда вы сможете ему что-то показать. Пока вы придете и скажете, здрасте, я хочу. Ну, ладно, поехали. Или не поехали. Ну, как-то так. Можно вот второй еще раз вопрос задать, но он немножечко с отсылкой назад, все-таки больше относится к пресс-службе. Вот вы как раз сказали о детекторе лжи, тоже очень была интересная информация. И в связи с этим у меня назрел тоже в том числе вопрос об отборе на эту должность. Вот до сих пор вам еще не нашли замены, получается, на вашей прошлой должности. Как вы считаете, с чем это все-таки связано? С жестоким отбором или все-таки с нехваткой? Ну, вот это не жестоким, наверное, жестким. С жестким отбором или нехваткой квалифицированных кадров? Вы знаете, но это не ко мне вопрос совершенно. Я не работодатель, я не знаю, что происходит. И я бы вообще не хотел вот это комментировать, нашли, не нашли. То есть мы очень хорошо расстались с руководством, очень хорошо расстались с Альсу Раис, с чем мы действительно как бы там, не скажу, что ежедневно общаемся, но перезваниваемся по каким-то ключевым моментам. Я очень скучаю по своему коллективу, который там остался, это тоже правда. И все равно периодически там стараюсь, ну как, старался заезжать, сейчас стараюсь не заезжать, как говорится, отрезал, так отрезал. А надо перебороть это. Но почему дальше, честное слово, не ко мне вопросы. Почему? А отбор нет, на любую должность вы приходите, и, как правило, у вас все равно будет тест. Вы можете закончить ВУЗ, даже ради любопытства пройти это тестирование. Правда, вам, к сожалению, его на руки не отдадут, но хотя бы поймите, что это такое. Процедура неприятная, я не пролитектовал же вообще про этот самый. Когда меня брали на работу, и туда я прошел все это, мне правда отдали результаты на руки. Я, например, свои слабые стороны увидел, я был поражен. Я-то думал, что я как бы умный, а оказалось, нет. Ни фига подобного. Поэтому, нет, это любопытно. То не ко мне. Небольшой вопрос, долго ли у вас стажируются приходящие люди? Много ли сотрудников приходят и уходят? Где вы имеете в виду? Тарстан 24. Тарстан 24, я не могу ответить на этот вопрос, потому что он начал вещать в июле с лице ПОВ кабели, и с августа он начал вещать в эфирной лицензии. Поэтому, как таковых стажировок у нас еще не было. То есть, вы же выйдете на стаж летом. Я к осени, наверное, смогу ответить на этот вопрос пока. Что касается эфира, то, что было 10 лет назад, вам неинтересно, да и мне уже тоже. Тогда, где-то, в те времена по 3-4 человека приходило. Кто реально работал? Некоторые приходили и говорили, а подпишите нам. Ну, ладно, иди отсюда. Жалко, что ли? Вы слышали, что вы, пожалуйста, говорите. Это просто для того, чтобы этот мастер-класс он будет выложен, потом дальше пользуются. Есть ли практика и стажировка в пресс-службе? Да, безусловно. То есть, для этого вам нужно обратиться в отдел камерной политики заранее, прийти, сказать, что здравствуйте. Мне тоже будут, наверное, так держи лжи проверять? Нет, конечно, ну что вы. Еще раз повторяю, что касается дектора лжи, эта процедура не предусмотрена законодательством, она абсолютно добровольна, но при отказе на мысли наводит. Ну, а что вы хотите, вы идете в государственную контору, там все так. Вы просто приходите в управление кадровой политики, вы говорите, что вот у вас профильное, берете направление отсюда, вот, от вуза, приходите в управление кадровой политики, подаете бумажки, и в случае, если там есть место. Обычно мы брали 3-4 человека, но врать-то ведь не буду, вы же приходите, так как в пресс-службу, да, вы первую неделю сидите с открытым ртом, и вам даем перекладывать бумаги. Из одного места в другое, а наутро из того места обратно в первое, как бы, да, вот. Как правило, через неделю люди убегают. Ну, прибегают потом через три недели, я им подписал, и все, в общем, удовольствие разошлись. Вот, но бывают, несколько было экземпляров, которые вот эти перекладывания бумаг, они их читали, чего они перекладывали. Начинали читать, начали вопросы задавать. Начали задавать вопрос, начали шевелиться. Вот. Начали шевелиться, стали ездить с нами куда-то, да, то есть на съемки, на мероприятия, вот, и подай-принеси, с чего все, собственно говоря, начинали. К концу практики что-то выносили, и еще раз повторяю, вот, девочка у меня вообще три месяца провела на практике выпускной, и просто прелесть. Какой сотрудник, просто прелесть. Ну, поэтому на практику попасть можно вообще куда угодно, я вас уверяю. Вот, вот вынести с этой практики что-то полезное для себя, вот. Но вам придется сталкиваться с тем, что, приходя на практику, в принципе, вы будете там, вот, никому не нужны такие, ну, пришел, пришел, что-то пришел. Никто не будет, не тешьте себя иллюзиями, никто не будет с вами нянчиться, никто не возьмет вас за руку. Вы знаете, как я попал на телевидение? Меня привели за руку на ГТРК Мариел в 95-м году, сказали, вот это Сережа, он хочет в нас работать. Сереже после УЗа было пофиг, где работать, ему деньги очень были нужны, и работать, и работа была нужна, да, 95-й год. Вот, и сам, уже конец лихих 90-х. Мне сказали, окей, поедешь снимать сюжет? Я говорю, надо, поеду. Ну, иди в службу новостей. Меня приводит служба новостей. Здрасте, здрасте. Ну, поедешь снимать сюжет? Я говорю, ну, поеду. А у тебя новость-то какая-нибудь есть? Я говорю, что, новость надо, что ли? Вот, я думаю, я пришел, мне дадут новость, я съезжу, как бы, ну, сниму. Он говорит, не, 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 ну, ты предложи что-нибудь сам. Я говорю, ну, не знаю, я вот там, ну, 10 лет назад школу строил, только на практике в школе еще, 9-ти классников в свое время гоняли школу строить, а? Вот, сегодня 10 лет ей исполняется, там, торжественный праздник какой-то где-то в этой школе. Он нормально, говорит, пойдет. Бери, значит, оператора, машину, буханка ульяновская, осветителя, когда еще снимали на VHC, и давай езжай. Я говорю, я так вот сижу, говорю, ну, корреспондент, наверное, со мной поедет, как бы, кто-то, ну, хоть, ну. Мне, говорит, Нинка Бельская, говорит, да, 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 я, говорит, с тобой поеду. Вот. Сели, поехали. Едем в этой буханке. Саша Рулев, покойничек, оператор, вот, осветителя, не помню, как звали, Нинка Бельская. Нинка, значит, сидит всю дорогу, мне рассказывает, как снимать сюжет, что делать. Почему, я думаю, ну, как, что он, ну, 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 молодой человек, наставник со мной поехал, еще и всю дорогу-то рассказывает, как бы, да. Вот. А в те моменты, когда он прерывается, меня, значит, подбадривает Рулев, говорит, слушай, ты, это, а ты чей родственник, я говорю, не чей. О, кто ж ты сюда вообще пустил-то? Вот. А Марийский язык знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Вот. О, кто ж ты сюда опять-то пустил, а? И точно не чей не родственник? Я говорю, да нет. Бельская говорит, отстань от него. Пусть, говорит, на сюжет человеке. Дальше рассказывает, как. Доезжаем до этого дворца культуры, где происходит, собственно, действо. Выходим, Нинка такая, ну, все, я пошла пока. И на челюсть падает. Я говорю, как пошла? Она говорит, ну, я же тебе в дороге все рассказала. Я говорю, зачем со мной поехал? Так я говорю, живу здесь рядом, довезли меня. Ладно, спасибо. И стоят операторы, и осветитель. Ну, что, пошли, корреспондент. Снимать будем? Я говорю, никому не нужен совершенно. Пришел, снял. До сих пор у меня сюжет лежит, смотрю иногда, когда поплакать хочется. Вот. Снял, приехал, на следующий день смонтировал. Ну, там на монтаж человека хоть дали, кто помог это склеить. Сказал, ладно, проверку на вшивость прошел, пиши заявление про имя на работу. Вот раньше было так. То есть никто нянчится не будет. То есть вот это тоже были мои ожидания, что я приду, меня всему научат, за руку возьмут, покажут. А, фигушки. В процессе работы. В процессе работы. Ну, у меня попался очень хороший оператор, электритиков, он, конечно, много у меня научил во время работы. Это, это правда. То есть вот, это уже, ну, это уже такое, знаете, как в свое время было на заводах наставничество. Вот это вот было, наверное, так. Получается так, что большая часть вашей жизни связана с новостями. Вам никогда не хотелось на пару дней, на неделю выключить телефон и просто побыть в тишине. Из этих новостей ведь мир не изменится, они не разрушатся. Вы знаете, вы знаете, с момента, когда я ушел с должности руководителя пресс-службы мэра, мэрии Казани, спать я стал гораздо крепче, в телефон я стал лазить гораздо реже. И вот за то время, которое мы с вами общаемся, мне всего пришло две смски пока. Вот я их даже не прочитал. Вот, видите, а раньше, если бы я, я был бы унужден бы просто выключить телефоны. Поэтому, конечно, хочется, но даже тот режим, в котором сегодня я существую, мне уже как бы маслом по сердцу. Вот, но зависимость на сегодняшний день наша от гаджетов, от телефонов такова, что, наверное, хочется, но невозможно. Это, я читал как-то в интернете историю человек, там, достал опять Nokia 3310 и просто отучался от смартфона. Вот, он честно написал, что три дня были психологические ломки. Просто. Я не мог, я реально, говорит, не мог. Я не знал, как вызвать такси, да, что там Uber'а нету с Яндекс.Такси. Я был в шоке от того, что не могу посмотреть, когда приедет автобус. Вот. Ну, пробки не видно и прочее, прочее, прочее. Правда, говорит, на седьмой день я стал совершенно счастлив, мне стало хорошо и прочее, но благам цивилизации я все равно вернулся. Ну, хочется, а возможно ли это? Ну, он в отпуске, да, себе такое позволяет. Да, даже в мэрии себе такое позволяло. Приезжал в отпуск, ставил там другую симку, ну, чтобы родителям позвонить, да, или там какую-то смс-ку, троеклип, ну, мало ли что бывает, да, то есть в жизни. Вот. Ну, а рабочие дела как-то подвигал. Ну, в третий день все равно лез самый в РСС ленту и читал, что происходит. Ну, а что сделаешь? Ну, например, вот о той страшной-страшной трагедии с Булгаром, я как раз был в Турции, я узнал на второй день. Как раз я был выключен, это был первый день моего отдыха. Вот, и поэтому... Поэтому тоже был пример, что все-таки надо новости проверять. Не знаю, хочется, очень хочется. Можно ли? Первый раз я забыл сотовый телефон. Дома, в далеком 99-м году. У меня истерика началась. То есть я отъехал где-то, ну, от дома, наверное, уже километров на пять. Мы с женой пошли гулять вечером, и бац, по поясу, а телефон не висит. Все, я взял такси, я поехал домой, взял телефон, вернулся обратно, ту самую Нокио 3310. Это из-за этого психологическая зависимость, наверное. Наверное, тяжелее будет без телефона, чем... То есть если отдохнуть, то вот, ну, не знаю как. Не знаю, сумбурно отвечаю, потому что мысль интересна попробовать вообще. Ну, сейчас мне спокойнее, действительно. Еще, да. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот вы собираетесь набирать свою собственную команду на «Татарстан-24»? Потому что мы сейчас все знаем, что журналист, ну, корреспонденты эфира и корреспонденты «Татарстан-24» — это одни и те же люди. Вот, вы собираетесь как-то отрываться от эфира в человеческом плане, вот, в ресурсном? Ну, безусловно. Я вообще считаю, что... Почему там корреспонденты, они те же, я уже объяснил, потому что ТСН сегодня экономически выгоднее в этих условиях. В перспективе, да, очень хочется. Очень хочется. И это, ну, наверное, та задача, которая... Которая перед нами стыд на самом конце, то есть я должен быть полностью самодостаточный, свой канал, собственной службой новостей, собственным там продакшеном и прочими вещами. Но надо понимать, что любая большая дорога начинается вот с какого-то первого маленького шажка, вот. Мы сегодня этот шажок сделали, вот, и, ну, наверное, со стороны, и со стороны, наверное, это может смотреться как-то там, да, вот одни и те же люди делают одни и те же новости, да, и внутри у меня может быть даже какой-то дискомфорт. Присутствует, но мы все прекрасно понимаем и видим, что мы должны получить на конце этой дороги, но она не будет, она не будет короткой. Вы вспомните, сколько там времени потребовалось даже в 90-е при огромном количестве денег, анархии всего, чтобы разделить ГТРК и сделать ТНВ, да, и чтобы ТНВ вот стало той махиной, которая сегодня представляет там. Можно по-разному говорить про рейтинги ТНВ, но совершенно не надо забывать, что ТНВ на рейтинге Гэллоп меряет, ну, не Гэллоп уже, вот, меряет в Казани, а ТНВ смотрят в районах и деревнях, где этих, по этой панели нету, поэтому, да, да, мы планируем, я планирую, для меня чем скорее, тем лучше, но я, к сожалению, с годами становлюсь все большим реалистом и понимаю, что быстро не всегда хорошо. Господа, да. Вот, мне такой еще вопрос. Смотрите, СМС-ка. Нет, 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 нет. Вы, получается, переходили из СМИ в пресс-службу, из пресс-службы в СМИ сложнее, как было, начинать в пресс-службе или возвращаться обратно к СМИ? У нас есть время? Наверное. Давайте 5 минут займуй, а, 10-15, да, давайте 5 минут взаимовремени. Что, примерено, как? Нет, нет, давайте, я вам скажу, что сложно. Давайте я вам скажу, расскажу маленькую историю личной своей жизни, вот, нужно понимать, что это, вот, я сейчас с вами здесь сижу, и я такой вот, 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 весь вот такой, Сергей Юрьевич, директор Тастан-24, а на моей родине в Марийской республике я полный диссидент и враг номер один тамошнего губернатора. Вот, наша с ним история взаимоотношений не сложилась в 90, не помню в каком году, 96-м, по-моему, как раз выборы проходили президента, он был кандидатом на эту должность, ну, и я гнал сюжеты для НТВ, вот, по договору делал, по выборам. Ну, и, собственно, Леня подкупал, откровенно подкупал избирателей, раздавая им гуманитарную помощь, он получил за это предупреждение от Центра избиркома, мы все это дело сняли, передали в Москву, ему позвонили, а вы же знаете, как работает система телевидения, то есть в начале новости выходит Дальний Восток и катится, как бы, до нас потихонечку, да, вот, ему позвонили с Дальнего Востока, что, дурак, подкупать там это, он откуда вы взяли, а нам видели, а он у него сговорил, как не все в порядке, а то Мариэл был и видел, что он там понастроил, вот, началась вообще страшная истерика. Как ты мог? Он мне звонил, в общем, мы с ним разругались, он сказал, что руку у меня отрубит в результате. Так вот, с телевидения, я возвращаюсь к вашему вопросу, с телевидения в 2001 году ушел, потому что он стал президентом на следующих выборах и сказал, что в духе моего там не было. А мэр как раз, ну, стоял в оппозиции, я, это были последние выборы, честные мэры, там уж короля, я как раз работал в его команде, всю пиар работу его по выборам. Вот он меня тут же взял пресс-секретарем, тут же раздался звонок не смеет брать, вот, на что был отвечен ответ, что ты своих, как бы людей набираешь, я своих. Вот перейти было несложно, перейти было нормально, да, то есть, тем более, что мы тут же создали программу, я сделал на телевидении, которую, собственно говоря, я сам и снимал. Вот, и такая легкая душа, но у меня была. Трудно было другое, когда через пять лет, через четыре или пять, не помню уже, в 2005-м, да, мы рассняли, я, естественно, полетел за ним, вот, мне запретили работать на территории Республики Морел, меня не могли взять ни на одну работу. Было указание сверху. И вот трудно было сюда приехать, когда ты взрослый мужик, 37 лет, у тебя жена и двое детей, а ты работу бегаешь, ищешь. Слава богу, на эфир позвали. И бегал с микрофоном, ничего страшного. Я помню тогда Андрей Владимирович Кузьмин, который был, сегодня является руководителем АОТ от Медиа, тогда был, стал только что пресс-секретарем премьер-министра, а вообще потом, впоследствии, президента. Он сказал, да, говорит, Серега, наверное, тяжело, говорит, когда, говорит, вот, я, говорит, уже, мы с тобой ровесники, я пресс-секретарь целый, в кабине сижу на площади свободы, а ты там с микрофоном носишься. Вот, я говорю, Андрюха, ничего страшного, как бы, да, вот, нормально, жизнь такая. Ну, вот тогда вот было тяжело. Вот, когда ты, состояв, в принципе, с 37 лет, ты уже считаешь, что ты что-то можешь, что-то достиг, где-то там поработал, там поработал, портфолио имеешь, а тебе работать не дают, и ты вот так вот это скитаешься. Ну, ничего, выплыли. Как, говорит, один мой друг, говорит, это удивительно, когда я работал в море и Казани, он все время говорил, удивительная, говорит, картина, говорит, человек, который, говорит, возглавляет всю, говорит, public relation города Казани является жестким оппозиционером и диссидентом на расстоянии 70 километров от города Казани. Он, говорит, не бьется, говорит, никак, но тем не менее. Вот тогда было тяжело. А так, реально, вы знаете, на самом деле, вот этот переход из должности в должность, из поля на поле, на самом деле, оно полезно. Работаешь там, видишь одно другими глазами, и когда ты поработал журналистом, будучи пресс-секретарем, ты все равно будешь работать в пользу журналистов. А очень важно для твоего работодателя, да, чтобы у тебя были хорошие отношения со СМИ. Потому что если СМИ на тебя ополчатся, если СМИ начнут тебя мочить и валить, то никто тебе не поможет. Поэтому именно задача пресс-службы — создавать комфортные условия работы для СМИшников. И кто бы что из СМИ не говорил про мэрию Казани, да, там есть, я знаю, я считаю соцсети там и прочие все вещи, да. Мы, наверное, все-таки, до сих пор говорю, что это одна из лучших, если не лучшая пресс-служба Татарстана. Потому что, да, мы просим, мы на сложные вопросы просим письменные запросы. С изданиями, которые мы заведомо знаем, что они все равно напишут какую-то там дрянь, мы будем работать, соответственно, в таком же режиме, что мы вам дадим полное ответствие с действующим законодательством. То есть как вы к нам, так и вы к нам. Но в реальности наша задача — донести информацию оперативно, быстро, до журналистов для того, чтобы они создавали благоприятный информационный фон. Объективный информационный фон. Мы не просим нас хвалить. Ну, я говорю нас, когда работала мэрия, да, мы не просим нас хвалить. Мы хотим, чтобы вы говорили правду, что если город завален снегом, то напишите, что он завален снегом, они ничего не работают, не убираются. Мы еще сами это увидим и съездим, и по башке настучим там управляющей компанией в строительном районе, которая это не сделала. Но если город убран, а мне там пишут, что «А-а-а, в Казани страшно, но выйдите на 50 километров от Казани, посмотрите, где страшно, где не страшно». Вот и все. Тут уже у меня личная обида, кстати, была на самом деле. Я иногда для того, чтобы там жизнь понимать, выезжал. Ну, в Марику это вообще проще всего съездить, зайти в любой двор и понять, что Казань — самый чистый город на планете, на земле. А если в Кировскую съездили, в Ульяновскую, ну, столько много интересного узнаете. Поэтому вот это труднее, понимаете, когда ты можешь, хочешь, но не можешь, можешь, но не хочешь. А остальное там и там хорошо. Получается, если бы не Маркел со своими красно-кирпичными замками, вы бы так и остались в Ишкарале? Пути Господни неисповедимы. Вы знаете, я один раз, я написал тогда, что я глубоко благодарен Леониду Игоревичу за его команду, сделать так, чтобы духа моего в Ишкарале не было. Потому что, это было давно, я написал, что, потому что если бы это не произошло, то я бы не узнал и не увидел многое из того, что узнал и увидел. Одни сотворения мира наши мне дали в жизни, наверное, больше, чем я бы мог узнать и увидеть. И если бы мне когда-нибудь в жизни сказали, что я смогу там с Джоном Лайденом общаться, я бы, наверное, это сказал, что человек из ума выжил. А когда бы мне сказали, что я там с моим любимым блоксабадом сфотографируюсь, я бы вообще в глаза там у человека плюнул. Потому что это априори невозможно бы, но это случилось. Поэтому, ну, пути Господни неисповедимы. Делай, что должен, должно случиться то, что должно. И самое главное, вы знаете, я закончу эту мысль, да, я до сих пор не то, что благодарен ему, я ушел оттуда с чистой совестью. Вот это очень важно для меня, что я не прогнулся под них. Вот это для журналистов тоже имеет большое значение. — У меня внушающий вопрос, потому что Натаро следующий должен лежать. — Хорошо, хорошо, я же спросил, сколько у нас времени. — Вопрос в стиле Познера и всех людей на свете, на неживших и у погибших уже, с кем бы вы взяли интервью? Кто бы это был? — Я писал диплом, этот человек меня безумно интересовал в свое время, по отто фон Бисмарку. Я бы не то, что вот это вот единственный человек, из которого, да, но я бы с удовольствием с ним поговорил, потому что 37-летний мужик, немецкий там помещик, который сидел, да, трубку курил и пиво пил, и который в 37 лет вдруг встал и пошел из дела одной из самых величайших империй, наверное, это что-то значило, как бы, да, и который, вопреки всем рассказам Пикуля, нашего великого Горчакова, крутил, как хотел, выражаясь вашим языком. Вот, поэтому вот это мне было, на самом деле, было поинтересным. Вот, а так, ну, кто его знает? Вы знаете, очень хочется поговорить с близкими тебе людьми, которых сегодня нету. Вот даже, да, по прошествиям 10-15 лет. Да не за что. Вам спасибо. — Спасибо большое. — АПЛОДИСМЕНТЫ 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 — АПЛОДИСМЕНТЫ